Официально фестиваль «Голоса истории» Вологодской области открылся 9 июня, однако для череповчан культурная программа началась днем ранее. Во дворец химиков приехал Московский детский музыкальный театр имени Натальи Сац, известный своими постановками опер и балетов. Зрители отмечают, городу не хватает подобных спектаклей. Очень не хватает. Когда я бываю в Москве или Питере, я прямо вот обязательно, у меня вот балет, ну опера это конечно очень здорово, но балет это не менее здорово. Мы каждый раз этот театр хотим посетить в Москве, но у нас не получается и очень ждали их приезда. И детям все педагоги советуют всегда, когда приезжают в Москву, посещать их театр. Наталья Сац. Мне нравится танцевать, крушиться, когда, например, никого дома нет. За один вечер череповецкие зрители увидели отрывки сразу из трех всемирно известных балетов. На сцене классика русских сезонов Шахерезада на музыку римского Корсакова, Шопиньяна и половецкие пляски из оперы «Князь Игорь». Именно эти спектакли впервые показал в Париже Сергей Дягилев больше ста лет назад. За их постановку в то время отвечал популярный в начале 20 века балетмейстер и танцор Михаил Фокин. Считается, что балеты сформировали новый стиль в этом виде искусства. В наши дни хореографию восстановил Андрис Лиепа. Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Натальи Сац должен был приехать в Череповец еще в прошлом году. Но за неделю гастроли отменили. И сейчас помимо классики русского балета артисты показали еще две постановки. Два детских балета, один «Три поросенка» в моей постановке и еще один спектакль «Оловянный солдатик». Это спектакль совсем для детского уровня. «Три поросенка» более такая современная и такая модерновая история про то, как мы видим эту сказку сейчас, какие поросяты могут быть активные, веселые, современные. Международный театральный фестиваль «Голоса истории» проходит на Вологодщине в 15-й раз. Для жителей области устроит около 40 показов спектаклей. Гостями и участниками фестиваля станут театральные коллективы из девяти городов России. Это 15-й фестиваль. И фестиваль «Голоса истории» фактически уже является визитной карточкой Вологодщины. Это авторитетнейший театральный проект в сфере культуры Вологодской области. Основная площадка фестиваля – Вологде. Однако спектакли для разных возрастов покажут и в Кириллове, и в Череповце. В городе на Шексне пройдет девять постановок. Три из них участвуют в конкурсной программе. А председатель жюри, заслуженный артист России Борис Галкин, проведет в филармонии музыкальный поэтический вечер по творчеству Сергея Есенина. Строчки его сегодня звучат необычайно актуально. Они нужны и востребованы, я считаю, должны быть, пожалуй, востребованы для каждого взыскательного зрителя, слушателя. Вы будете свидетелями этого, поскольку для меня многое открылось в поэзии Есенина. Это не только хулиган, это не только певец, так сказать, березок, головку склонивших ив, летящих журавлей, а значительно глубже. Голоса истории будут звучать до 19 июня. Афишу фестиваля можно посмотреть на официальных интернет-ресурсах проекта. Александр Шагичев, Александр Беспалов. Новости. Афишу фестиваля становится антиценностью.